Издательство Эксмо. Убийство на улице Рос. Автор Илья Виата. Читает Мария Кораблёва. Пролог. Колеса велосипеда крутились так быстро, что начали скрипеть. Анна Форстер ехала с огромной скоростью по тихой улочке уединённого в горах элитного городка Сент-Ривер, ужасно переживая за реакцию мамы. Она обещала ей быть сегодня дома ровно в шесть, но время уже клонилось к восьми. Девочка совсем забыла о своём обещании и зависла в кафе с лучшей подругой Джессикой за обсуждением грядущей вечеринки в школе. Анна обычно не следила за временем, поэтому её мать Шелли всегда звонила за полчаса до назначенного времени, чтобы напомнить ей о необходимости явиться вовремя. Сегодня же телефон молчал. Если вдруг Шелли понадеялась на самостоятельность дочери, то её ждало сокрушительное разочарование. При повороте на свою улицу Рос Анна въехала в лужу, которая тут же окатила её грязной водой в ответ. Останавливаться и оценивать нанесённый белым штанам ущерб было некогда. Сторож в синей кепке устало посмотрел на девочку и поднял шлагбаум. Анна ничего ему не сказала и вновь сосредоточилась на кручении педалей. Вон уже родной плетёный забор видно. Истерично залаял противный ротвейлер единственных соседей. Как же сильно Анна не выносила эту собаку, которая очень любила выть на рассвете. Мама говорила, что собаке больше 20 лет не живут, но девочке казалось, что этот пёс и её переживёт. Хоть она и помнила соседского ротвейлера всю свою жизнь, а это значит, что ему больше 13 лет. К несчастью, Пантелеймон на тот свет совсем не собирался, в отличие от своего хозяина и двух его детей. Мужчина скончался от инфаркта лет 8 назад, старший сын разбился в аварии, а младший словил передоз. Последняя от Анны скрывалась и непременно было ею узнано при первой же возможности. Сейчас в доме напротив жила только такая же вредная, как и пёс, женщина лет 40 и совершенно непонятно, кто из них двоих умрёт раньше. Впрочем, девочку устраивали оба варианта. Женщина же не завещает дом Пантелеймону. Анна так резко затормозила, что велосипед наклонился вперёд. Ей пришлось срочно спрыгнуть с него, чтобы не упасть. Однако она всё равно успела больно удариться плечом о бортик полисадника перед забором. Это всё ещё было не так уж важно. Кинув велосипед, Анна залетела во двор и бегом кинулась через лужайку с туями по бокам к двери. Через пару минут девочка уже толкнула стеклянную дверь двухэтажного дома и ввалилась внутрь. «Я дома!» — крикнула она, стаскивая с ног кроссовки. В темноте ничего не было видно, поэтому она метким ударом локтя включила свет в прихожей. «Мам, прости, я забыла! Такого больше не повторится!» — продолжала говорить Анна, направляясь в гостиную. Там её встретила оглушающая тишина. С тех пор, как семь лет назад бабушка и дедушка умерли при пожаре в театре, мама предпочитала сидеть дома у телевизора. Шелли говорила своей дочери, что уже ни одно представление не сможет стать более эпичным в её жизни, чем прыжок от огня со второго этажа. Анне же очень повезло, что её в тот день оставили с няней дома. «Доротея!» — громко позвала девочка и заглянула на кухню. Там тоже никого не обнаружилось. Анна вспомнила, что их милая бабушка-служанка взяла сегодня выходной. Садовника Григория можно вообще не звать. Он по средам не работал, да и был глуховат. Неужели мама всё-таки ушла без неё? Не то, чтобы Анне было очень интересно увидеть её нового ухажёра, но быть наказанной за непунктуальность совсем не хотелось. Анна быстро преодолела лестницу на второй этаж. В ванной горел свет. Обрадовавшись, девочка тут же распахнула дверь и застыла на пороге. Шелли Форстер с разбитой головой лежала в красной от крови воде, уставившись невидящим уже ничего взором в потолок. Анна медленно вышла в коридор, закрыла дверь в ванную и съехала на пол по стене. Её начала бить дрожь, а мысли путались. По щекам Анны потекли слёзы от неожиданности и недоверия. Девочка так и не смогла подняться на ноги или проверить увиденное до того, как утром на работу пришла Доротея. Сент-Ривер — милый городок, окружённый горами на острове Тесвейерия в Тихом океане. Рядом с ним протекает чистая и красивая речушка. Никаких заводов в пределах 100 километров нет, только на окраине расположилась пара небольших ферм. Глава первая. Здесь есть огромный торговый центр, центр, театр, милый городок, окружённый горами, на острове Тесвейерия в Тихом океане. Рядом с ним протекает чистая и красивая речушка. Никаких заводов в пределах 100 километров нет, только на окраине расположилась пара небольших ферм. И их сумасшедшие родители, которые по малейшему поводу и без повода, обращаются в полицию и к адвокату. В целом, Сент-Ривер город, в котором никогда большая часть жителей живёт в этом городе на широкую ногу. Единственная проблема здесь чаще всего в рабочее время плюёт в потолок и их сумасшедшие родители, которые по малейшему поводу и без повода решать вопросы мелкого хулиганства и к адвокатам. И бытовых ссор. В целом, Сент-Ривер город, в котором никогда ничего не происходит. Именно поэтому единственным и мультурным изо всех их деятельностей был приём экзамена на водительское удостоверение, потому что с каждым годом молодёжь становилась всё наглее. Или помогает другим отделам решать вопросы мелко.